Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Львира Фазлиева. И сегодня мы покажем на регулируемом пешеходном переходе сбили женщину. Удары вижу, что они летают в сторону. Последствия нарушения правил движения. Перед носом выехал вот этот газет. Перед носом выворачивает. Тут выворачивать нельзя. Крупная авария в дербышках. И применили оружие при задержании. Был в неадекватном состоянии. Людей не признавал. Полицейские открыли огонь по нападавшему на них с ножом мужчине. Это и не только. Прямо сейчас. Попала под колеса прямо на пешеходном переходе. Сегодня днем в дербышках на улице Азина автоледи, управлявшая иномаркой, проехала предположительно на красный свет и снесла переходившую дорогу женщину, едва не зацепив ее дочь. Момент происшествия попал на камеру в виде наблюдения, направленную на переход после гибели на нем двух человек. С места происшествия Рамиль Шайдулин. Они нажали пункт и стали переходить. И потом только удары. Вижу, что они отлетают в сторону. Момент наезда на женщину видели не только очевидцы. Его запечатлела и камера наружного видеонаблюдения одной из автомоек. На кадрах четко видно. Женщина с ребенком стоят на регулируемом перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора. После смены сигнала люди пошли, но успели сделать лишь несколько шагов. Автоледи, управлявшая Митсубиси, проехала на красный и сбила переходящую дорогу женщину. Ее дочь просто чудом не попала под колеса, шла на полшага позади мамы. Она выбежала и сразу начала извиняться. Типа, простите, простите. По словам очевидцев, Автоледи свою вину признала полностью и сразу подбежала к пострадавшей женщине. Она жаловалась на боли в ногах, однако от господализации все же отказалась. На данном участке дороги наезды на пешеходы случаются нередко. Арендатор автомойки, находящийся рядом с этим пешеходным переходом, вспоминает и о летальном случае. Тогда вот пьяный на Нексии, он насмерть их шиб. Здесь только были знаки и все. А кого он шиб? Бабушку с внуком. Они приехали сюда в гости. И они оба... И его погибли. 8 лет назад именно на этом месте пьяный 31-летний водитель насмерть сбил 4-летнего мальчика и его 58-летнюю бабушку, переходивших дорогу по зебре. После того случая в этом месте установили и вызывной светофор, и камеру наружного наблюдения. Рамиль Шайдулин, Нафиса Минязова, Адель Мулахметов. Вызов 112. Мгновенное наказание за нарушение правил дорожного движения. Сегодня днем в Искогорском районе водитель «Газели» решил развернуться через двойную сплошную линию. Но закончить задуманное не успел. В него врезалась Нива, водитель, который не ожидал подобного маневра, не успел остановиться. Нафиса Минязова поговорила со всеми участниками столкновения. Водитель недорожника рассказывает, супруга, не нарушая правил, направлялись из Дербышек домой в деревню Истачи. Признается, за полувековой водительский стаж это его первая крупная авария. Говорит, что до произошедшего они сходили по магазинам, настроение было приподнятым, но только до того момента, пока не выехали из Казани. Перед носом выехал вот этот «Газели», перед носом, тут поворачивать нельзя, здесь и сплошная. Однако не две сплошные линии, небольшой поток машин, едущий слева, не остановили водителя «Газели», он все же решил развернуться. Авария не заставила себя долго ждать. О своем решении водитель грузовика вскоре пожалел. Об этом нам рассказал его коллега, который сидел на пассажирском сидении. Просто там все перекрыли дорожниками, не смогли от этого проехать. Мы вообще не хотели сюда заезжать. Предчувствие о грядущем происшествии было не только у пассажира грузовика, но и у Валентины Бочкаревой, супруги водителя внедорожника. Она рассказала, что с собой в дорогу раньше никогда не брала икону, но в этот раз все же решила положить ее в сумку. Считает, что именно она и оберегла ее от более серьезных последствий. Момент столкновения вспоминает со страхом. Мне трясло все. Потому что машина двигалась прямо на меня, я попрощался уже с жизнью. Но как-то муж сумел, чтобы подставить крыло, а то, что не сюда он врезался. В результате сильного удара Валентина Бочкарева все же пострадала. У нее поднялось давление, но не только. Прибывшие на место медики диагностировали ей ушиб коленного сустава. Остальные участники аварии чувствовали себя немного лучше. Открыли огонь на поражение сегодня ночью полицейские в набережных Челнах. Вооруженный ножом мужчина не реагировал на призывы успокоиться и сдаться. И не обращая внимания на предупредительные выстрелы, пытался напасть на стражи порядка. Последних вызвали жильцы подъезда, в котором мужчина разбил все окна, а после пытался поджечь автомобиль. Ляйсан Сабирова с подробностями. Римма Тюскова убирает мелкие осколки разбитого стекла. Последствия ночного погрома, который устроил ее сын. Женщина опасается, что стоимость испорченного имущества придется возмещать ей. А пенсия маленькая. Накануне вечером она ушла к сестре. Боялась оставаться наедине с сыном. Тихо. А вчера, позавчера временами буйный был. Он раньше лежал в психбольнице. Потом в наркологическом я его закрыла. Не поняла я его, что он чем занимается. Или травку курил, или чего. Очевидцы говорят, что 36-летний мужчина в полночь схватил табуретку и перебил все окна в подъезде с первого по пятый этажи. Напуганные соседи вызвали полицейских. Был в неадекватном состоянии. Людей не признавал. То есть не видел, не узнавал никого. То есть мозги у него заклинило. Все. Следствие считает, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Когда прибыли полицейские, он сидел перед домом на той самой табуретке и пытался поджечь припаркованный автомобиль. Мужчина повел себя агрессивно, вытащил из полиэтиленового пакета большой кухонный нож, длинный кухонный нож и начал нападать на полицейских. Старший наряд достал табельное оружие, предупредил, что он будет стрелять. В результате один из полицейских произвел 4 предупредительных выстрела. Однако мужчина так и не остановился, после чего он дважды выстрелил ему в ногу. После этого подозреваемый был задержан. Сейчас подозреваемый находится в больнице. Если вина мужчины в покушении на применение насилия в отношении представителя власти будет доказана, то ему грозит до 10 лет лишения свободы. Илья Сан Сабирова, Эльмира Гайнудинова, Ландыш Капранова, Дмитрий Кравченко, Вызов 112. А в Нижнекамске вооруженный ножом мужчина пришел в школу, которую окончил почти 26 лет назад. Бывшего ученика не пускали, был сильно пьян. После чего посетитель в качестве пропуска стал размахивать ножом. В это время в фойе учебного заведения находились десятки детей. Все подробности у Айгульбы Друдиновой. В 2 часа дня в 26-ю школу пришел 40-летний мужчина, утверждая, что в 92-м году он окончил учебные заведения и хочет повидать своих учителей. Вот только педагоги этому визиту оказались крайне не рады. Визитер был сильно пьян. На вахте его попросили покинуть школьные стены, но он не хотел. Хотел пройти на территорию школы к нам, но она его не пустила. Он вытащил нож, стал угрожать ей. В это время у нас уходит группа продленного дня. В фойе было много детей. Здесь же находился учитель физкультуры. Именно физрук взял ситуацию под свой контроль. Он крикнул детям, чтобы они убегали, а вахтер попросил нажать тревожную кнопку. Сам же вывел вооруженного человека из школы и до приезда полиции удерживал его на расстоянии, не позволяя приблизиться к школе. Все происходящее педагог снимал на телефон. Вы пришли в учебное заведение. Вы угрожаете. Я сейчас ел график. Вы угрожаете учителю и детям. Вы приходите в состояние алкогольного... Ты что, б***ь? Давай, 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 кидай! Вызвал удар на себя, так говорят сегодня об учителе вся школа. А между тем, к такому решению его побудил страх. Страх был в момент, когда он достал нож только за учеников, потому что непонятно, какими действиями он мог руководствоваться и что могло повлечь все это. Ситуация крайне неординарная, крайне чрезвычайно опасная. Задержали буйного человека подъехавшие полицейские. В результате происшествия никто не пострадал. Айгуль Бедрудинова, Наталья Лушникова, Евгений Лызаев. Вызов 112. Больше 26 граммов синтетического наркотика ПВП изъяли полицейские у 31-летнего жителя набережных Челнов. Вся партия находилась при нем, лежала в карманах куртки. Полицейские уверены, что он является закладчиком наркотиков, просто не успел оборудовать тайники. Алина Бережная продолжит. Ему пришлось во всем сознаться. Деваться было уже некуда. И честно сказал, есть и где лежит. Задержанный 31-летний житель Автограда официально нигде не трудоустроен. Как установили полицейские, на хорошую жизнь решил заработать продажи наркотиков. 29 найденных при нем свертков должны были стать содержимым тайников. Но сделать закладки он не успел. Проведенная экспертиза показала, что в общей сложности в свертках находилось свыше 26 грамм синтетики. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Она предусматривает до 20 лет лишения свободы. На время следствия мужчина заключен под стражу. Алина Бережная, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильные 8-98-69-112-112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова